Евангелие – это весть о великодушном Боге, в котором нуждается наша душа каждый миг и каждое мгновение. И только это одно Евангелие является основанием для нашего великодушия. Кто не понимает, или кто пренебрегает, или кто не изучает Евангелие, чтобы жить им, никогда не сможет поистине быть великодушным человеком. Это тема моей проповеди, и это то, о чем мы поразмышляем сегодня. Я хочу позвать вас в текст, который записан в послании к Галатам. Это будет основной текст. Мы будем в основном в этом тексте. И я хотел попросить вас, чтобы вы вместе со мной сейчас прочитали его. Мы прочитаем с 3 стиха по 16. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить в благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангелы с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее. И преуспевал в его действии более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда советоваться ни с плотью, ни с кровью. В жизни каждого человека наступает время, когда он начинает задавать разные вопросы. Кто из вас воспитывал детей, вы знаете, что примерно в два года, до четырех, до пяти лет, это не заканчивается, но начинается очень интересный период, как только дети начинают разговаривать, они, похоже, имели вопросы до этого, просто не знали, как их выразить. Но в два, в три, когда у них начинается наполняться, их словарный запас, они начинают разговаривать, и в их разговоре в процентном соотношении очень много вопросов, больше вопросов, чем, возможно, каких-то выражений своих мыслей. я заметил, что когда человек взрослеет, у него не пропадают вопросы, они у него появляются, и в каждом сезоне разные. я вам по секрету скажу, что мне недавно было всего лишь 50 лет, я чувствую себя как 15 лет, по сравнению с Алексеем Ивановичем, но после 50 у меня появилась масса вопросов, масса вопросов о себе, о своей жизни. Кто-то это называет middle life crisis, есть такое явление. Но я не думаю, что это кризис. Это очень важный сезон в моей жизни, который меня начал очень ценить. У меня появилось много разных вопросов, и некоторые из них я хотел бы сегодня задать вам тоже. потому что, хоть я их уже и говорил в нашей церкви, и не раз говорил, они продолжают эти вопросы меня догонять. Вам не нужно быть 50 лет, чтобы эти вопросы будоражили ваше сердце. Если вам еще нет 50, и эти вопросы прозвучат, возможно, впервые или по-новому, это тоже хесед, это тоже Божье великодушие. Я задаю себе следующие вопросы, которые хочу озвучить их. Сколько в моей жизни и всего того, что я делаю, является результатом Духа Святого? Сколько в моей жизни, как Отца, есть от Духа Святого в моих реакциях, в моих рассуждениях, в моих словах, в моих отношениях к моим детям? В моей жизни, как христианина, я вот бываю в разных местах, в моей жизни, в моей жизни, как служителя, сколько из всего того, что я делаю, определено Духом Святым? Я этот вопрос задаю и о нашей Церкви, и о Слово Благодати. Я хочу, чтобы вы задали себе этот вопрос о своей Церкви, о своем служении. Сколько из всего того, что мы делаем, действительно от Духа Святого? Видите, мы очень много можем делать на основании опыта, мы можем очень много делать на основании образования, на основании здравого смысла. Очень много можем делать в силу добрых, хороших традиций, которые мы либо унаследовали, либо сами придумали. Мы очень много можем делать по привычке. Мы очень много можем делать, идя просто по накатанному, в привычном для нас режиме. И это не означает, друзья, что в этом есть что-то плохое. Нам нужно и образование, нам нужно и опыт, нам нужны традиции, нам нужен здравый смысл. Но все же, сколько из этого всего на самом деле, из того, что мы делаем, сколько из всего того, что мы делаем от Духа Святого? Смотрите, Христос однажды говорил, что мы ничего не можем делать без Него. А когда мы начнем этому верить? Вы все знаете, из какого текста я взял это. Когда мы начнем этому верить? Серьезно. Мы можем в этом проповедовать, мы можем в этом петь. Я спрашиваю о другом, когда мы начнем этому действительно верить? Христос сказал, что мы ничего не можем без Него. Это означает, что мы не можем жить христианской жизнью без Его водительства и силы Духа Святого. поэтому жизнь... Послушайте внимательно, друзья. Это моя боль, мой вопрос. Жизнь без или вне этой силы, без Божьего водительства можно назвать как угодно, но не христианской. Ее можно назвать как угодно. Но ее трудно назвать христианской. Она может быть красивой внешне, она может быть очень похожа на всех остальных. Но вы сами знаете, о чем я говорю. Наверное, чтобы больше понять это напряжение, которое должно быть в сердце каждого служителя, в первую очередь, и верующего человека, я хотел бы, может быть, задать несколько вопросов. Один из них, который я задавал на Рождество, в чем разница между рождественской елкой и елкой, которая растет в лесу. Первая елка, она украшенная, красивая, блестит, наряженная. Даже может несколько дней пахнуть и давать запах какой-то. Вторая елка, может быть, не такая, знаете, постриженная, не такая покрашенная, возможно. Она где-то местами даже лысая. Ветки не там растут, не туда, кажется, растут. Она смолистая, но она живая. Скажите, я детям задавал этот вопрос, себе задаю вопрос, это детский вопрос, и в то же самое время очень, очень хороший вопрос для нас всех. Почему вы думаете, в чем разница между рождественской елкой и елкой, которая растет в лесу? живая, мертвая? А почему одна живая, другая мертвая? Как? Корни. В одной нет корни. Ее тоже посадили в песок, там, я слышал, что сахар добавляют, там, соль, чтобы, не знаю, каждый свое, перец, кто-то там, кто что. Лишь бы была зеленая, чуть подольше. А вот другая, она растет в лесу. Ее корни уходят глубоко в почву. И она берет из той почвы все, что ей нужно, когда нужно. Минералы все, воду, все, что нужно для елки, чтобы она была живой, зеленой и продолжающей расти. Это простые притчи из нашей жизни. Я думаю, что если бы Христос был бы здесь, жил в Ванкувере, он бы тоже про елку говорил бы. Потому что их много здесь, зеленый штат. Но вы знаете, друзья, я начал смотреть на многие вещи, которые я делаю. Я обратил внимание на то, то, что смотрится зеленое. Интересно, корень, куда порос, если есть вообще. Но если говорить о почве и о корнях, если вы позволите мне немножко объяснить эту притчу, то почва – это Евангелие в христианской жизни. вытащите любую елку из этой почвы, и она рано или поздно отсыпется. И сколько бы вы на нее не вешали игрушек, и как бы вы ее не красили, она без корней умрет. И это касается нашей жизни, друзья, но я хотел бы еще объяснить, что же корни. Елку нужно же так посадить в почву, чтобы корни на самом деле были там, в почве. Вы, может быть, даже не поверите, насколько это просто. Корни – это вера, которая происходит из Божьего Слова через наше чтение, размышление Божьего Слова, когда мы соприкасаемся с живой личностью, Христом, и молитвой. Когда мы с Ним наслаждаемся в общении, наше сердце обновляется и становится другим. Ведь великодушие Божие – это же не то, что нам нужно однажды услышать на конференции. Нам нужно корнями расти туда, чтобы великодушной жизнь наша стала. Кстати, мы можем часто заботиться больше о нашем великодушии, чем Божьем. Я, кстати, хочу вам еще один вопрос задать. Я не планировал говорить, но вот он у меня, он продолжает мне. Я хочу задать нам всем вопрос сегодня, мне в первую очередь. На чем строится ваша христианская жизнь? На вашем великодушии к Богу? Или на Божьем великодушии к вам? На чем строится наша христианская жизнь? На нашей любви к Богу? Или на его любви к нам? В зависимости от ваших ответов, вы окажетесь на разных материках, которые разделяют истинное и ложное Евангелие. Я не сказал, что не нужно любить Бога. Я не сказал, что не нужно быть великодушным. но то, на чем вы строите свою жизнь, то, что является основанием вашей жизни, сделает вашу жизнь либо зеленой елкой, которая питается соками из почвы Евангелия, или сделает вашу жизнь зеленоватой елкой, но быстро осыпающейся. Мы вот говорим о Евангелии. Я хотел бы, сегодня я слушал внимательно Алексея Вячеславовича. Я очень благодарен Богу за то, что мы смогли сегодня так быстро пройтись по этим важным текстам. Я не знаю, как бы хотелось вот окунуться, прыгнуть туда в эту чистую воду Божьей любви, и чтобы она тебя мыла, омывала, чтобы она тебя сделала другим. Потому что тот, кто не побыл у великодушного Бога, кто не питается соками Его великодушия, очень быстро выхолоститься из того великодушия, которым он пытается жить сам своими силами. Это была проблема галатов. Но прежде чем мы туда пойдем, я хотел бы сделать небольшой экскурс в то, что происходит и почему Евангелие является основой великодушия. Если мы читаем внимательно Библию, друзья, мы видим простую и очень важную реальность. Бог создал вселенную и все, что в ней для одной очень важной цели, для своей славы. Писание многократно заявляет, что весь мир является театром, сценой, на которой раскрывается Божья великодушие. Откройте первую главу, и вы встретитесь, должны встретиться с великодушным Богом. Читайте вторую главу, и вы увидите великодушие Бога. Может быть, вы не найдете слово великодушие и хэсэд, но вы увидите обязательно великодушного Бога. И когда вы приходите в третью главу, вы увидите великодушного Бога, потому что вместо наказания он хотя и наказывает, но наказывает милостиво. И милое наказывает. И это удивительное напряжение, которое уже создается в самых первых страницах Писания. Но подумайте вот о чем. Каждый муравей и бегемот, каждый краб и кит, каждый воробушек и могучий орел, каждый незаметный ручеек и беспокойный океан, ваш огород и материки, каждая долина и высочайшая гора, лесной цветок и крепкий дуб, песчинка и звезды, каждая капля и грозные тучи, каждый порыв ветра и гром, луч солнца и молния, наша земля и необъятные галактики в ее бескрайних окрестностях даже смерть и ад. Все это он сотворил для своей славы. И потом он в Писании говорит нам о том, что ради своей славы, ради того, чтобы открыть свою славу, ты, единый Бог, не только создал вселенную, но в Своем Сыне лично Сам посетил и искупил человека грешного. Он Сам совершил искупление мира посреди земли и на Голгофе. И хоть мы видим и бедствия, и беззаконие вокруг, ощущаем, что царствует зло и смерть, мы знаем, искупление уже совершилось, но еще не до конца и однажды оно завершится. Вы скажете, чему это все? Почему я об этом всем говорю? Нам время от времени, друзья, нужно остановиться и задать себе вопрос, почему все то, что происходит, почему оно происходит именно так, а не иначе? И почему оно вообще происходит? послушайте внимательно, если все остальное вы, может быть, не упустите, это крайне важно, чтобы мы услышали это. Бог создал Вселенную ради своего Евангелия. Бог сотворил Вселенную ради своего Евангелия, благой вести о великодушном Боге, вести о бесконечно святом, суверенном, совершенно справедливом, несравненно сильным и удивительно бесконечно любящим, щедрым, спасающим Бога. Это означает, что Евангелие является главной причиной, смыслом и целью всего бытия и определяет все. Это также означает, что все наши взгляды на все сферы нашей жизни должны постепенно и глубоко и радикально изменяться Евангелием. Наша вся жизнь, все сферы нашей жизни, фибры души должны расти в корень внутрь этой почвы, которая называется Евангелием. Почему? Евангелие объясняет и определяет все, все, что происходит в мире, друзья. Все, что происходит в мире, в человеческой истории, в стране, в вашей церкви, на вашей работе, в вашей семье, в вашей жизни, в вашем сердце сейчас, в вашем характере, в ваших даже привычках, которые вы не можете изменить сами. Все происходит по этой одной причине, ради истинного Евангелия. Позвольте еще уточнить, что все, что происходит в вашей христианской жизни, в вашей молитве, удавшейся или неудавшейся, в вашем прочтении Писания, которое, возможно, ничего не произвело, даже тогда, в ваших отношениях с другими, в вашей борьбе, в наших испытаниях, в нашем теле, в нашем характере, в разуме, в чувствах, в нашей памяти, желаниях, это все происходит ради Евангелия. Все происходит ради Евангелия. Евангелие дает смысл всему. И это означает, друзья, что Евангелие, это не просто первоначальный класс христианства, но это школа, где происходит вся наша жизнь. Евангелие – это контекст, это почва, в которой происходит настоящая жизнь. Это воздух, это кислород, которым дышит душа. Евангелие – это то, без чего душа задохнется. Не скажите вашей душе один день Евангелия, и она задохнется. Не питайте свою душу Евангелиям, и она очень быстро задохнется от церковной жизни, от вашего служения, от вашего посвящения, от вашей любви, от всего того, что вы делаете. Задохнется. Нашей душе постоянно нужен, как кислород, ей нужно Евангелие. Благая весть о великодушном Боге. Здесь у нас, конечно, появляется и становится очевидной существенной проблема. По причине греха у каждого человека появилось и всегда имеется свое Евангелие. Почему это произошло? В раю прозвучало следующее. Бог не великодушный. Он мелкий. слишком Он требует много от вас. Вы сами можете себя любить. Его великодушие вам не нужен. И человек с тех времен начал бежать, как Экклесиаст рассказывает, он в поиске своего собственного Евангелия. И смотрите, друзья, это очень важно нам понять. Простую вещь. Каждый человек живет ради какого-то Евангелия. Ради какого-то Евангелия. И всегда движим им. нет мгновения, нет ни одного движения, ни одного решения, ни одного действия, которое является нейтральным само по себе. Мы всегда выбираем то действие, которое обещает нам определенное благо. То действие, которое основано на какой-то благой вести. Действие, которое обещает нам что-то лучшее в результате. Человек всегда выбирает то, что кажется ему в данный момент наиболее правильным, наиболее приемлемым и наиболее приятным. Джонетан Эдвардс в своей книге о свободе воли приводит очень интересный пример. Он говорит, к вам подбегает человек с холодным оружием и требует от вас кошелек. В страхе за свою жизнь вы отдаете ему кошелек. на первый взгляд это вынужденное решение, да? Вас заставили сделать это решение, но вы отдали кошелек, потому что вы двигались определенной благой вестью. Мне лучше жизнь иметь без кошелька, чем кошелек без жизни. В самых разных, маленьких мелочах, друзья, мы так устроены. Бог создал нас для Евангелия. Грехопадение испортило наше понимание Евангелия, отвергнуло великодушие Бога. И поэтому человек в поиске своего Евангелия. И когда вы читаете книгу Великой Сиасты, вы видите эту простую закономерность, поиск, разочарование и затем то удовлетворение, которое находится в страхе Божьем. И страх Божий это не просто страх. Страх Божий это безусловная любовь к Богу. Почему он, кстати, говорит бойся Бога, это конец книги, бойся Бога. Нам нужно быть очень осторожными, не вносить туда своего и даже словарного значения. Бойся Бога в контексте Клисиаста означает ни одна вещь, за которую человек гнался бы, как за благой вестью, не даст его душе то, что может дать только Бог. И поэтому он говорит, бойся Бога, превозноси Его и на Его место не поставь ничего в твоей жизни. Эта книга, кстати, ведет нас опять-таки к Евангелию, потому что мы бежим, мы разочаровываемся, сбиваемся с толку и обратно пытаемся искать. И вроде бы хотим бояться Бога и не знаем, как это сделать, и нам нужен какой-то выход. Книга Экклезиаста создает жажду, жажду по Богу. И это, друзья, очень важно для нас, потому что когда мы изучаем послание Галатов, мы видим, что Павел однажды был там. И как только мы начинаем читать это послание, мы видим, что он знает их лично и он понимает одну очень существенную проблему. Кстати, ни в одном послании, как вы знаете, ни в одном послании апостол Павел так быстро не переходит к сути вопроса, как в послании Галатам. Он не хвалит их, а потом даже их немножко журит. И, кстати, он в этом послании проявляет великодушие. Он касается одного очень важного вопроса. Историческая небольшая справка. Вот мы начинаем читать это послание, мы видим, что там что-то не так. В корне что-то не так. Они являются частью церквей, они верующие в Иисуса, но в их христианской жизни что-то серьезное неладное. Это видно по их плодам и по их взаимоотношениям. Они говорили о Евангелии, возможно, пели о нем, но их жизнь не отражала его суть, и она была похожа на эту рождественскую елку, красивую, но сухую, убранную, но без жизни. Корни их жизни росли уже не из Евангелия. В их поклонении не было трепета и благоговения, в их послушании Богу уже не было святой любви и радости, и в их молитвах, как кто-то написал, в их молитвах не было ни чуда, ни благоговения, ни близости, ни восторга. В чем же была их главная проблема? После Павла разные миссионеры, тоже евангелисты, учители, приходили к верующим и говорили следующее, Иисус на самом деле Мессия, и Он является Спасителем. И вот здесь самый большой трюк, или трюк, который вскрывает апостол Павел, в этой церкви были люди, которые говорили, что да, Христос действительно Спаситель, но затем у них был такой аппендикс или дополнение, на котором они строили свою жизнь. Вера в Него это всего лишь была первая ступень, после чего следует обрезание и исполнение закона для того, чтобы вам спастись. Их Евангелие было Христос плюс. Если просто сказать, их проблема была вот в чем. Когда Христа недостаточно, тогда что угодно человек будет делать для того, чтобы каким-то образом компенсировать этот недостаток. И это была проблема в Галатии. И понимание Евангелия для апостола Павла было вопросом жизни и смерти. Он борется за Евангелие в их жизни. Почему? Потому что церковь создана Евангелем, церковь живет Евангелем, и как только теряет Евангелие, она становится ничем другим, друзья. как просто клубом. Церковь, которая потеряла ясность и чистоту Евангелия, перестает или не имеет права называться таковой. Я именно этим языком сегодня говорю, потому что здесь есть те, которые все из нас ответственны за Евангелие, каким оно проповедуется в церкви. Павел неотложно приступает к этому вопросу по той причине, что Евангелие это сила ко спасению и только Евангелие. И искажать его означало разрушить путь ко спасению и обрекать на погибель многих. И его логика здесь очень проста. Я хочу показать вам три пункта, основных пункта, которые говорят нам о том, как делится весь этот текст. Этот текст в первых шести стихах он говорит о двух Евангелиях, два Евангелия, затем с шестого по девятый говорится о двух анафемах, или я хотел бы больше подчеркнуть две анафемы, и третье он говорит о двух жизнях, или о двух служениях. Две Евангелия, две анафемы и две жизни. Я хотел бы, чтобы в первую очередь мы посмотрели на то, каким образом он начинает это послание и почему он использует именно этот не просто прием, а этот подход. Смотрите, он начинает с чего? Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. И затем он говорит, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию. И в этом тексте пять раз как минимум говорится о благовествовании. Его главная задача вернуть верующих людей к пониманию или точному пониманию Евангелия. Я хотел бы сейчас, говоря о двух Евангелиях, поговорить немножко об истинном Евангелии и в чем опасность была ложного Евангелия. Истинность Евангелия и ложность Евангелия. Или истинное Евангелие и ложное. Кстати, говоря о слове Евангелия, я думаю, что об этом стоит сейчас сказать, что сам термин Евангелия это не сугубо библейский термин. Во времена новозаветней церкви этот термин использовался в миру. Этот термин использовался глашатами, которые приходили в город и объявляли какую-то добрую весть. И эта добрая весть, она действительно меняла жизнь людей, их обычаи, их таксы. Какой-то новый закон приходил, или пришел новый император, или вернулся добрый император. И глашатая приходит и говорит, что все жители города, вы должны услышать добрую весть. Больше оккупантов нет, мы живы, мы здоровы, мы можем жить теперь под новым нашим или нашим добрым царем, который вернулся и победил врага. Это была добрая весть, она действительно изменяла весть. Некоторые думают Евангелие это только книги Нового Завета. И это тоже важно понимать. Мы употребляем слово Евангелие в разных... Некоторые думают, что Евангелие это четыре истины, четыре духовных закона. Я хотел бы сейчас, чтобы мы отметили кое-что, друзья. В первую очередь, Евангелие это новость, а не просто хороший совет. Это новость о том, что сделал Христос, а не мы. Это новость не о том, что мы должны сделать, а что сделал Христос, чтобы нас спасти. Это новость о том, что Он один может исполнить все требования, какие есть. Это новость не о том, что мы должны сделать или сделаем в будущем, а что Он сделает в будущем. Это благая весть. Посмотрите на такую простую статистику. В мире больше четырех тысяч разных религий. Каждая из них начиналась человеком, который давал свой добрый совет. К примеру, любая религия, она начиналась каким-то человеком, и он говорил, вот как можно найти Бога. Вот что нужно делать. Если вы будете это делать, вы сможете достичь Бога. Вы замечаете разницу здесь? Это очень важно. Евангелие – это не совет, это новость о том, что Бог сделал, и в этом вы не участвовали физически или вы лично. Позже апостол Павел будет объяснять о нашем единстве со Христом. Но здесь очень важно понять нам, в Евангелии – это не совет, это новость о том, что сам Бог, Создатель Вселенной, снисходит к нам, людям, в человеческом теле и умирает вместо нас на кресте, чтобы спасти нас и дать нам жизнь. Это событие космического масштаба, которое мы часто недооцениваем. Я как-то в прошлом году читал интереснейшую книгу, ее написал Лерри Хуртада, она называется «Why in the world anybody would want to be a Christian?» Почему вообще в мире кто-то хотел бы стать христианином в первых три столетия? И он рассказывает о том, как много было разных скорбей, страданий, преследований, но христианство выросло за три столетия в шесть миллионов. В истории мира такого никогда не было. Самые мощные, самые мощные религии вырастали за столетия максимум, это сто тысяч. Максимум сто тысяч. То есть за три столетия должно было бы, хотя бы если бы это мощная религия, то триста тысяч всего лишь. Христианство по статистике, историки об этом говорят, христианство насчитывало в конце третьего столетия шесть миллионов. В то время, когда были преследования, десять римских императоров, которые были известны своим жестким отношением к христианам. Почему люди вообще хотели быть христианами? Интереснейшие вещи, пишет этот человек, и я хотел бы отметить только две. Он говорит, что это две самые главные. Там много разных причин. Это весть о вечной жизни, которую получает человек по вере, не на основании своего статуса, благочестия или богатства. Потому что в то время, во время христианства, когда оно зарождалось, только богатые, только знатные люди и только супердуховные могли иметь вечную жизнь. Теперь же христианство говорит о вести, что вечную жизнь может иметь каждый, не зарабатывая, не своими разными достижениями, он имеет возможность иметь. И всего лишь что нужно? Вера. Вера в того, кто является Господом, царем. И второе, это, как бы нам сегодня не казалось бы это обычным, вторая причина, почему христианство достигло таких размеров, любящий, суверенный Бог. И автор рассказывает, он рассказывает о книге о том, что в то время один только римский пантеон, он насчитывал сотни богов. И если бы вы жили в то время, то у вас бы, ну, целая коляска была с вашими маленькими башками. Вы идете на рыбалку, одному Богу нужно. Вы идете, скажем, ищите жену, два-три нужно еще разных других Бога. Вы хотите, чтобы у вас дети появились, нужно еще там задобрить. И на каждый случай жизни был свой Бог. Среди этих сотен богов были те, которые суверенны, но они к ним вообще не добраться, их мало кто знает, и туда только особенные люди добираются. А теперь христианство говорит, что самый суверенный и единственный Бог над всей вселенной, Он приходит. И Он любит. И вот здесь ум у людей просто не мог выдержать. Потому что, ну, чтобы задобрить самое высокое божество, да, то нужно было бы принести очень много, много всякой твари по паре. И всего нужно было, и золота, и еды, и всего, чтобы задобрить самого главного Бога, о котором мало кто знает. Теперь христианство приходит и говорит, есть любящий Бог, Он сам пришел. Евангелие – это новость, это весть о благом Боге. Весть о том, что сделал Христос, а не мы. И это крайне важно. И истинность Евангелия была вот в чем. Когда мы читаем текст, о чем говорит здесь апостол Павел, мы можем проследить это в разных фразах, в разных словах. Евангелие – это личность. Это личность, это сам Христос, это не просто рассказ о Нем, это не четыре духовных закона, не четыре правила, не принципы этики и не формула. Христос не просто принес благую весть, Он и есть благая весть. Вот в чем была суть этого. Евангелие – это новость о том, что Христос пришел и не просто дает правильный, хороший совет человеку, как найти Бога. Он говорит, «Я Бог». Благая весть именно в том, что Христос пришел и говорит, «Я Бог, который пришел найти тебя. Я знаю тебя. Я знаю все о тебе. Я знаю каждое греховное движение твоей души. Знаю все твои порочные желания. Знаю все твои губительные привычки. Я знаю, что ты не сможешь сам себя спасти, хоть и пытаешься это сделать. Ты не сможешь исполнить все повеления. Но я пришел не погубить, а спасти. Я пришел, чтобы взять твой стыд и позор и все несовершенства и умереть за них. И я один могу это сделать, что требует закон, потому что я Бог. Твои отношения со мной строятся не на твоих заслугах, а на моих. Я Бог, который люблю. Я не строю наши отношения с тобой на твоей праведности, а на моей праведности. И Бог Отец любит не потому, что ты праведный, а потому, что я праведник, к один и один могу исполнить его волю в совершенстве. Друзья, это радикальная новость. И это не только новость, это личность. Это личность. Иисус делает за нас то, чего мы не могли сделать сами для себя и никогда не сможем сделать. Он совершает спасение, мы не делаем для этого ничего. Он совершает спасение, мы ничего не делаем для этого. В этом великодушие Бога. Но когда мы, я хочу здесь сделать оговорку, когда мы познаем великое души Бога, и когда оно пропитывает, как вчера было сказано, когда оно пропитывает наше сознание, мы естественно, друзья, становимся или сверхъестественно становимся великодушными людьми. И эту евангельскую последовательность нам никогда нельзя забыть. В нашем тексте мы можем отметить несколько моментов об Иисусе Христе, которые открывают нам великого и щедрого Бога и Его великодушие. Когда апостол Павел говорит о Христе, Он, друзья, делает это очень сжато, но очень конкретно и важно. И для нас Он это делает не случайно. Он это делает не потому, чтобы просто как-то нужно начать с чего-то. Он говорит об Иисусе Христе очень важные и крайне необходимые вещи, которые и являются благой вестью, потому что Иисус Христос раскрывает нам великодушие Божие. Мы видим, как Сын и Бог Сын, и Бог Отец, они вместе идут рядом и дважды апостол Павел повторяет здесь. Это означает, что Он Божий и Он хотел, чтобы мы увидели и подумали об этом. Он святой, Он праведный. Здесь Его святая природа, Его совершенное посланничество, которое Он совершил, Он уникальный и совершенный на 200%. Истинный Бог и истинный человек соединились вместе неслитно и неизменно, потому что Бог не может умереть. Он не может умереть, а за грех нужна плата. И Бог воплощается в человеческом теле и в этом проявляет Своё великодушие, которое не способно или мы не можем Его объяснить, потому что Бог не может умереть, а за грех только одна плата смерть. Он берет на Себя человеческое тело, чтобы своей смертью уплатить за наш грех. Доктрина о непорочном зачатии это знак Божьего суда над человеческой природой. Человечество нуждается в Искупителе, но не может произвести его ни своим желанием, ни усилием воли, ни при помощи образования, развития культуры, ни в результате какого-либо процесса. Искупитель должен был прийти извне. Искупитель должен был прийти извне. И это был Он. И потому что Он Бог, Он имеет силу дать то, что обещает. И Он даст, и Он дает Божие, не то, что мы можем сделать сами. Он дает нам спасение. Мы видим здесь, апостол Павел говорит о том, что Он отдал Себя Самого. То есть, Он пришел на эту землю, и в первую очередь, Он пришедший, Он тот, кто пришел, как мы уже говорили. Сам Бог приходит. Он не просто Бог, который зовет издали. Он стал одним из нас, такими, как мы. Подумайте, друзья, подумайте об этом. Бог смирился в яслях, как младенец, уникальный младенец. Это же благая весть. Знаете, почему это благая весть? Потому что, когда вы читаете Ветхий Завет, вы встречаетесь с теми явлениями Бога, которые были, и они не очень, они не очень приятны. Бог был ангелом огненным, или который имел, он являлся это, Адаму и Еве. Помните, у ворот рая был поставлен ангел, у которого был меч огненный. И это не совсем приятное явление. У вас там много отношений с этим ангелом не будет. Или когда вы читаете Исход, книгу Исход, вы читаете, что происходит. В книге Исход приходит, Бог является, в огненном кусте. Исход мы читаем дальше, когда мы, горящий куст, когда мы читаем дальше историю, что было на Синае, там и гром, и молнии, когда мы читаем, Бог приходит на, или соприкасается с землей, там землетрясение, там все в дыму, все грохочет. Помните, евреи говорят, нет, нет, мы туда не пойдем, ты сам пойди. И теперь смотрите, этот суверенный Бог, который прикасается к земле, может привести ее в пыль, этот суверенный Бог приходит в младенце. А когда он приходит в младенце, когда младенец приходит в жизнь, его хочется обнять. Все в жизни меняется. Когда рождается младенец в семье, все меняется. Расписание меняется, диета меняется. Когда вы спите, как вы спите, что вы едите, все меняется, потому что родился младенец. и апостол Павел напоминает им, это не просто, знаете, для нас это возможно уже известная фраза но он говорит, который отдал себя самого, а отдал он тогда, когда он пришел, и он пришел на нашу землю он стал таким, как мы, он взял человеческое тело, и его благая весть или великодушие Божие было проявлено в том, что теперь ни огонь, ни гром, ни молния, а младенец лежит в яслях но затем мы видим его жизнь его жизнь была заместительной во всех во всех аспектах он прожил вместо нас он молился вместо нас, он был великодушным вместо нас он любил Бога вместо нас он все сделал вместо нас, не только умер за нас пришедший означает, что он именно был таким а когда мы видим, что он отдал себя он умер за наши грехи речь идет о заместительной жертве которая является сердцем Евангелия о великодушии Бога когда мы говорим, кстати или когда мы слышим о том, что Иисус Христос умер на кресте мы должны помнить, друзья, о двойном исполнении закона есть два пути, как удовлетворить закон скажем, вы видите, что стоп стоит вы едете на машине, стоит стоп первый метод, как удовлетворить закон вы останавливаетесь на стоп повинуясь закону, вы удовлетворили закон закон ничего не имеет против вас но теперь другая ситуация, когда вы не остановились на стоп вы проезжаете дальше либо фотокамера, либо полицейский если не первый раз, так на второй раз он обязательно вас поймает и для того, чтобы удовлетворить закон он скажет вам, нужно заплатить штраф понимаете, да? то есть первый путь это в точности повиноваться закону закон был исполнен и удовлетворен жизнью Христовой второй, заплатить штраф за нарушение закон не имеет претензий и то и другое сделал Христос когда он умирал когда он жил, он исполнял закон но когда он умирал, он умирал не за свои грехи, а за наши и таким образом он исполнил закон своей жизнью и своей смертью заплатил за наши все нарушения или когда мы видим здесь апостол Павел говорит о том, что Иисус Христос не только отдал себя самого за грехи наши но выше, он говорит, он воскрес он воскрес и своим воскресением смотрите, его воскресение это доказательство его святости и действенности его жертвы воскресший Христос это начало нового грядущего царства которое является гарантией будущего восстановления мира его воскресение это залог нашего воскресения мы сами не можем достичь воскресения возьмите любой аспект нашей христианской жизни он полностью зависит от Христа но еще что делает здесь апостол Павел он говорит Иисус Христос, чтобы избавить нас Он отдал себя самого за грехи наши чтобы избавить нас от настоящего лукавого века очень интересная фраза, друзья в Библии упоминается два века настоящий и будущий настоящий это лукавый век это система, человеческая система которая пытается устроить свою жизнь без Бога это настоящий нынешний век но есть будущий век будущий век это небо с землей, когда они вместе соединятся это Царство Божие которое полностью водворится однажды оно будет здесь на земле на новой земле и новое небо будут вместе так вот, когда Он говорит избавляющий от лукавого века Он говорит от страстей порочных желаний и поэтому это благая вещь что мы спасены от Божьего гнева мы спасены от Его Его вражды против нас мы полностью спасены от Его гнева и уже имеем уже имеем из будущего гнева вы знаете о чем Он говорит здесь, друзья? в Галатам апостол Павел несколько раз говорит о Духе Святом он взял из будущего века и Он взял из будущего века и дал нам Духа Своего Святого как залог как залог то, что Он начал, Он совершит Дух Святой это небо в нашей душе в великодушии Своем Он дает нам силу которая дает нам возможность и способность противостать всем искушениям и страстям которые могут быть в нынешнем веке Дух Святой другими словами это семя, которое посеянное в сердце рано или поздно прорастет и будет стремиться к праведности Христа Дух Святой это семя, которое будет творить чудо обрезанного сердца и мы видим здесь Он господствующий Он господствует над всей нашей жизнью Он прославленный на земле, на небе в душе небо хвалится Христом моя душа хвалится Христом кто это мог произвести? это производит великодушие Бога а когда мы читаем о том что благодать и мир это все, что нужно для христианской жизни кстати, здесь Лютер, когда объясняет этот текст он говорит эти два слова и вообще эти первые стихи они являются грохочущими небесами против человеческой самоправедности у Христа есть достаточно благодати на каждый день для каждой ситуации и подобно ежедневной манне Он дает ее для нас мы читаем что Он и призывающий Бог Христос и Он Его призыв Он действенный призыв Он квалифицирует нас к тому чтобы мы могли прийти к Нему Мартин Лот Джонс пишет вы никогда не станете достаточно хорошим это не удавалось никому никогда суть христианского спасения в том и заключается что мы недостаточно хороши но зато достаточно хорош Он зато достаточно хорош Он Иисус Христос пришел для того чтобы совершить за нас то что не могли сделать мы и когда Он является и когда Он является нашей благой вестью в которой мы можем найти свою силу свою свободу когда Его великодушие приходит в нашу жизнь это Евангелие о котором боролся за которым боролся апостол Павел Евангелие о великодушии Божьем в чем же ложность Евангелия ложная Евангелие о котором здесь говорит удивляет что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию седьмой стих он говорит это в принципе не иное только есть люди смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово смотрите он использует несколько терминов он говорит иное позже он говорит человеческое здесь он говорит люди смущающие вас затем он говорит превратить или если точнее искаженное Евангелие очень похоже то же самое слово Евангелие Но он говорит, это иное Евангелие. Там звучит имя Христа, там есть разговоры о грехе, там есть призыв к святости, там есть даже очень серьезные отношения к Библии, к молитве, к благочестию. Но тонны и акценты другие. Вместо Христа человек должен что-то еще сделать. Иное благовестие представляло доктрину управдания делами, исполнениями закона и так далее. Опять, они не отвергали искупительных действий Иисуса Христа, но не считали это достаточным, и что нужно еще что-то для того, чтобы удовлетворить. Иное указывает на качественно принципиальное отличие. Иное – это вовсе и не Евангелие, а жалкая подделка. И в чем была ее проблема? Смотрите, друзья, у нас это очень можно, очень легко обнаружить. Лютер, кстати, в своем комментарии на эту главу, он говорит, что есть несколько разных ложных источников нашей праведности, или есть разные праведности. Если истины Евангелия не укореняются в нас, то мы обращаемся к этим видам праведности. Он говорит, некоторые люди живут праведностью труда. То есть, я хорошо работаю, поэтому Бог вознаградит меня. Или гражданская праведность – я достаточно хороший гражданин, я достоин почтения. Или семейная праведность – я неплохой семьянин в сравнении с другими родителями. Или интеллектуальная, или богословская – я имею хорошее образование, я умный у Господа. Или финансовая праведность – у меня немало деньжат. Господь, похоже, меня любит. Церковная – я делаю так много в церкви. И так далее. Или религиозная – я исполняю все заповеди, почти все и почти всегда. Морально – я не пью, не курю, кино не смотрю, я правильный. Все эти источники разъединяют нас с Евангелем и Его силой. Они обольщают нас и не дают нам прийти ко Христу. Более того, эти виды праведности побуждают нас… Послушайте, что он говорит. Они побуждают нас осуждать других, возвышаться над ними. Мы тщеславимся и превозносим себя над другими. Но хуже всего мы пытаемся завоевать Божье расположение вместо того, чтобы наслаждаться отцовской любовью, как Его дети. Когда апостол Павел говорит, что это всего лишь люди, которые смущают и извращают благовествование Христово, знаете, что он говорит? Это Евангелие, они просто его исказили. Каким образом? Они переставили. Они переставили акценты. Что же было искажено? В чем была смута? Они переставили вера, они переставили местами веру и дела. Спасение и освящение Бога и человека. Праведность Христа и волю человека. Заметьте, речь о Христе присутствует, только он теперь не первый. Речь о праведности идет, но о человеческой. Речь о Боге есть, но зависит все от человека. В этом и есть подвох же Евангелия. Смешанное Евангелие. Лютер называл его ядом. И вот почему апостол Павел боролся против него. Я вам приведу несколько примеров. Недавно один друг прислал, он прислал мне свое печальное наблюдение, которое он видел у них в церкви. Говорит, обычно проповедь состоит из трех пунктов. Первый пункт – Бог хороший. Второй пункт – человек плохой. Третий пункт – надо быть хорошим. Или еще один вариант проповеди – Бог святой. Человек грешный – второй пункт. Третий пункт – надо быть святыми, надо делать, надо делать, надо делать. В этом и есть подвох Евангелия. Я вам приведу теперь другой, более библейский пример. Читают историю о Каине два человека. Назовем одного – Пелагий, другого – Августин. Читает Пелагий историю о Каине, и Бог говорит Каину, «Каин, у дверей твоего сердца лежит грех, но ты господствуй над ним». Пелагий падает на колени и говорит, «Господи, дай мне силы господствовать над моим грехом». Побежал, побежал, побежал. Буду господствовать, буду господствовать. Написано господствовать, буду господствовать. Читает этот же текст Августин, но он читает его чуть дальше, и он видит, что Каин со всей своей силой не смог господствовать над своим грехом. Он убивает своего брата. И Августин молится молитвой и говорит, «Господи, дай мне, что повелеваешь, и повелевай, что хочешь. Дай мне то, что ты хочешь, чтобы я сделал». Как Господь дает нам? Он дает нам Сына Своего. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что каждый текст, который мы читаем, он должен нас привести ко Христу. Каждый текст должен нам показать свою несостоятельность. Для того, чтобы мы увидели, что в нас есть очень много Адамова, у нас есть много очень Каинова, у нас есть очень много того, что Библия повелевает нам, и мы не можем сделать. И мы во всем этом никогда не сможем ему угодить. Нам нужно его великодушие. Даже тогда, когда мы говорим, надо быть великодушными, друзья, будьте осторожны, не пытайтесь быть великодушными без того, чтобы пережить великодушие Божие в своей жизни. Когда-то Моисей пробовал это делать. Вернее, это второзаконие, 29 глава, 30 глава. Помните, Моисей говорит, в первый рычаг, он говорит, «Если вы будете послушны, Бог благословит вас». Одно благословение, второе, десятое, пятнадцае, двадцатое, очень много благословений. Второй рычаг говорит, «Если вы не будете послушны, Бог проклянет вас». И проклятие еще больше, в два раза больше будет. Ни один рычаг не сработал, ни другой. Почему? Потому что первый рычаг говорил, вот что, «Вам нужно быть хорошими, чтобы заслужить великодушие Божие». Другой рычаг говорит, «Если вы не будете, то смерть вам будет». Проклятие придет. Ни один, ни второй рычаг не были даны Богом для того, чтобы быть инструментом, для того, чтобы мы сами пытались что-то сделать и потерялись. Два этих рычага были даны для того, чтобы мы увидели, эти благословения могут быть даны только по великодушию Божию, которую Он проявил в Сыне Своем, который пришел, прожил нашу жизнь за нас. И поэтому Его благословения могут быть для нас. Почему это важно, друзья? Потому что страх никогда не сможет быть мотивацией для вашего великодушия. Только тогда, когда мы успокаиваемся в Иисусе Христе, только тогда, когда мы пережили сами великодушие Божие, только тогда мы сможем на самом деле двигаться дальше. Поэтому ложный Евангелие говорит «Делай то, что угодно Богу, чтобы быть принятым и получить благословение. Тебе будет хорошо, пойдешь на небо». Истинный Евангелие говорит «Будь верою принятым во Христе, чтобы делать то, что угодно Богу». Разница огромная. Первое говорит «Делай, делай, делай, чтобы быть хорошим». И нужно быть великодушным, чтобы получить великодушие. Евангелие истинное говорит «Бог великодушен». Знаете, в чем Он великодушен? Как сегодня говорил уже Алексей Вячеславович и приводил много разных примеров. Он и наказывает, и милует. И это происходит на кресте. Он и наказывает, и милует. И наказывает, и милует. Кого же Он наказывает? Кого милует? Милость Божия не дешевая. Великодушие Божие куплено дорогой ценой, о чем мы пели раньше. И это для нас очень важно услышать, друзья. Поэтому евангельская последовательность, которую ни в коем случае нельзя переставить местами. И для нас это важно и сегодня, друзья. Потому что слишком легко для верующего человека пойти за иным Евангелием, впасть в одну или другую крайность, либо легализм, либо антиномизм. Делать что угодно. Но эти два, это как два костыля, они никогда не помогут вам быть великодушными. Евангелие снимает с нас бремя. Бремя наших попыток заслужить Божье великодушие. Бремя нашей несовершенной святости. Бремя наших несовершенств. Бремя вины. И поэтому нам сегодня вместе нужно петь, как однажды это пел Чарльз Уэсли. Мой дух в темнице изнавал, греха цепями скован был. Христос небесный свет послал, оковы крепкие разбил. По милости я стал другим. По милости его поднялся. По милости я встал. По милости иду за ним. Все по милости, не по заслугам. Все по милости и только по милости. Вот что Лютер пишет. Таково наше богословие, в соответствии с которым мы учим точному развлечению двух видов праведности, активной и пассивной, дабы не смешивать мораль и веру, дела и благодать. И если пропадет учение об оправдании, пропадет все христианское учение. А тот, кто не учит подобным образом, либо иудей и турок, либо папист и сектант. Ибо между этими двумя видами праведности, активной и пассивной, нет среднего, потому что кто посему тот, кто отклонился от христианской праведности, неизбежно бывает охвачен стремлением к активной праведности, то есть потеряв Христа, снова начинает верить в собственные дела. Мы никогда не будем без Евангелия. Мы всегда будем каким-то Евангелием жить. И вот поэтому апостол Павел переходит и он начинает использовать очень важные для нас слова. Я назвал вторую часть и первая часть, она была самой большой, самой важной. Я хотел, чтобы мы увидели, в чем истинность и ложность разных Евангелий. Ложная истина Евангелия. И теперь апостол Павел говорит две анафемы. Удивляясь, что вы, призвавшие вас к благодатью Христову, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, и смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам, не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. И в 9 стихе он опять говорит, да будет анафема. Это очень серьезные два слова или одно слово, которое повторяется здесь дважды. Анафема буквально означает проклятие или обречение на погибель. Да не будет этого. Само слово проклятие это осуждение, отказ от того, чтобы иметь что-либо общее. И Мартин Лютер тоже объясняет это, говорит, термин анафема это нечто проклятое, отвратительное, презренное, нечто такое, что не имеет совершенно никакого отношения к Богу. Он говорит, в Севдоевангелию не может быть места в нашей жизни. Как только вы станете жить чем-то другим, а не великодушием Божьим к вам, вот почему задавал вопрос, на чем строится ваша жизнь, на любви Божьей к вам или на вашей любви к Богу? Потому что наша любовь к Богу, она очень быстро сама по себе выхолощивается. Нам нужно постоянное питание, вот как телефон или заряд, на зарядку вы ставите, нужно, чтобы он зарядился. Точно так же наша душа, она нуждается в новом пополнении, в свежей манне Божьего великодушия, чтобы мы могли проявлять его там, где мы живем, где мы служим, где мы проповедуем. Другими словами, апостол Павел говорит, что всякое разбавленное или человекоцентричное или искаженное Евангелие пусть будет отвергнуто, выброшено, уничтожено. Его стоит опасаться как инфекцию и опасный вирус, который может поразить всю жизнь. В предыдущих стихах мы слышим огорчение, недоумение Павла связано с тем, что верующие в Галатии отвернулись от благодати. Он говорит, удивляясь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой скоро переходите к иному благовествованию. Он, кстати, использует здесь очень интересный термин, который использовался в те времена для солдат-дезертиров. Он говорит слово анафема и вы, говорит, переходите на анафема чему? Вы переходите от истинного Евангелия и заигрываете или строите свою жизнь на ложном Евангелии. Солдат, бунтарь, дезертир, который переходит на другую вражью сторону. Вот как он называет этих людей. Они постепенно перешли от истинного Евангелия к ложному. Они стали духовными дезертирами или религиозными перебежчиками. Стремясь что-то добавить к Евангелию, верующие в галатийских церквях, сами того не понимая, отвергали его, отвергали благодать. А обратиться от благодати к закону значит покинуть Бога, который спас их и перестать жить великодушием. Смотрите, в Галатам 5.4 он пишет, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, вы отпали от благодати. Когда человек остается без Христа, без благодати, речь даже здесь не идет сейчас о потере спасения, речь идет о том, что этот человек перестал питаться благодушием Бога, его великодушием. Чуть позже в этом же послании во второй главе он пишет историю с Петром, помните? Ибо до прибытия во второй главе некоторых от Якова ел вместе с язычниками, а когда такие пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили прочие иудеи. И реакция Павла была бескомпромиссной. Он обличил Петра в том, что он не поступает по истине Евангелия. Что-то другое начало им двигать. Но смотрите здесь, друзья, что я хотел бы, о чем я хотел бы сейчас. Одну очень важную вещь. Когда апостол Павел говорит анафема, он много разных примеров приводит в других посланиях о том, что если мы не говорим анафема псевдоевангелию, мы будем отклоняться или уходить, оставлять. И здесь игра слов. Мы говорим анафема Божьему Евангелию. Кстати, слово или момент, который мы читаем, очень печальный момент в жизни апостола Петра. Помните, когда он отрекся? Марка 14, 71. Там написано о трагедии отречения Петра. Самоуверенный и смелый человек, готовый за Христа в огонь и в воду, вдруг становится трусливым, мелочным и боязливым. Трижды отрекается, но в оригинальном тексте написано, что он начал He began to curse Jesus. Он начал проклинать Христа. Это не просто он один раз сказал, нет, нет, ребята, я не знаю его. Он говорил анафема, да будет проклят, то есть, да будет наказан, я ничего не хочу с ним общего иметь. Это произошло в жизни Петра, в момент его отречение. Это очень, очень страшный момент, друзья, потому что он трижды написано, мы читаем в этой истории, трижды он отрекается, и это делает человек, который был близко очень с ним. Апостол Павел дальше в этом послании говорит, он говорит, если вы живете по плоти, то умрете. Евангелие истинное, оно всегда будет нас направлять в жизни, к жизни по духу. Евангелие, которое припорчено человеческим искажением и так далее, это Евангелие обязательно будет производить жизнь по плоти, именно об этом он говорит в этом же тексте, и я хочу обратить ваше внимание на эту деталь очень коротко, две жизни. Смотрите, первое, два Евангелия, мы всегда будем жить каким-то, либо это Христос, либо что-то мое, мы всегда будем говорить две анафемы, или одну, или вторую, мы либо будем жить истинным Евангелем, либо будем прибегать к тому и выбирать то, что далеко не является истинным. И вот здесь очень важно, чтобы мы увидели две истины, две жизни, которые производят одно и другое Евангелие. Смотрите, в 10 стихе он говорит, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым? Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, здесь говорится об очень важном моменте в жизни апостола Павла. В первую очередь, он говорит, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Источником его жизни теперь стал Бог, его благоволение. У людей ли я ищу благоволение? Знаете, почему это важно? Потому что мы всегда ищем какого-то благоволения. И если мы не будем наполнены Божьим благоволением, мы будем заигрывать с людьми, мы заискивать будем, мы будем ожидать, чтобы проявилось благоволение других людей. Человек, который не насыщен благоволением Божьим, он будет искать благоволение у людей. Апостол Павел говорит, смотрите, все изменилось в моей жизни, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Это источник, источник благоволения Божьего намеренного отцовского действия Его любви. Раньше, вы помните, каким он был? Он говорит, я был обрезанный, я был лучший из фарисеев, я был большой знаток того, что я делал, я был ревностный в религии, у меня все было, и я мог это сделать. Он хвалился этим, он в этом искал благо для своей души, но его жизнь теперь поменялась, и он говорит, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Мы каждый день, друзья, будем искать удовлетворение, но мы ищем его либо в Творении, либо в Творце, еще точнее, нам нужно его найти в благоволении Божьем. Где мы ищем сегодняшнего благоволения? Где источник? Интерес поменялся у апостола Павла. Смотрите, он говорит, у людей ли я ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождаюсь, стремиться, стараюсь угождать? Людям ли угождать? Стараюсь. Это его новый интерес, новое стремление. Его стремление теперь, кстати, мы не сможем быть великодушными к людям, если мы будем просто-напросто угождать всем их капризом, о чем сегодня раньше говорилось. но если мы угождаем Богу, который проявил к нам великодушие, и если мы ищем Его воли в том, чтобы Он дал нам свое водительство, чтобы Он провел нас, чтобы Он действительно руководил нами, тогда мы будем великодушными к другим людям. Интерес у Павла изменился. Людям ли угождать стараюсь? Вы помните, какой был интерес у Павла раньше? Он пишет чуть позже. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в его действии, что я жестоко гнал церковь Божию, я постушал ее. Это был его интерес. Его интерес был построен на ложном Евангелии. Он пытался заслужить Божье расположение тем, что он исполнял свои религиозные страстные порывы. Его интерес был в другом. Теперь же Бог своим великодушием меняет его интерес. Кстати, если очень коротко обратите внимание на Петра, как Христос его восстанавливает. Эта история для вас известна, но я хочу подчеркнуть пару моментов здесь. Помните, после воскресения уже прошло несколько времени, Петр говорит, я иду ловить рыбу. С ним собирается его команда, и они целую ночь трудились, ничего не поймали, на берегу стоит Христос. И он спрашивает у них, дети есть ли какая там у вас пища, есть ли что-либо у вас там? Они говорят ему, да, всю ночь трудились, ничего не поймали. Очень странный ответ Христа. Закиньте сети на другую сторону. Не море, а лодки. Если вы рыбак, вы, наверное, вот кто рыбак, тот засмеялся, вы поняли, это джок. Человек стоит на берегу и говорит людям, которые в лодке, как будто, что поменяется, ну, сколько там той лодки, что поменяется, я сюда закину или сюда закину. Но Христос ему говорит, закиньте сети на другую сторону. Они где-то делают. Когда они начинают тащить, когда они начинают тащить рыбу, помните, что происходит с Петром? Иоанн говорит, это Господь. И Петр выпрыгивает из лодки и он плывет ко Христу. Если бы я был кинорежиссером, я бы это сделал бы одной серией, отдельной серией. Мне очень интересно, о чем думал Петр, который несколько дней назад проклинал Христа. Он плыл в его сторону. Здесь позади его команда кричала, эй, 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 а рыба? Ты куда? Ты же нас сюда привел. Рыба. А мы? А лодка? Куда ты? Петру больше ничего не нужно было. Но я думаю, что он думал, когда с каждым рывком вперед к берегу, что он думал? Я не знаю, что он думал, но я догадываюсь. Я хотел бы сказать вам об этом, друзья. Он думал, вот что, это мой Господь, это мой Спаситель. Он умер за меня. И несмотря на все то, что было сейчас, вчера, я к нему плыву, мне не нужна лодка, мне не нужна рыба, мне ничего не нужно. Я к нему хочу. Кстати, когда они сидят на берегу, не спешите, не спешите, друзья, трактовать по-своему эту фразу, когда Христос ему говорит, паси овец моих. Или спрашивает, любишь ли меня? А Петр говорит, да, Господи, люблю. Это Петр уже не сам говорил. Когда он сидел рядом, Христос написано, приготовил рыбу и хлеб, он сам лично их подал. Я представляю простертые руки Христа, который подает рыбу жареную и хлеб Петру. И он увидел пронзенные руки. Эта любовь сокрушила его. Это стало его самым главным интересом. Иисус Христос стал самым главным интересом в его жизни тогда. И Христос именно таким образом восстанавливает его. Он зовет его своей любовью, своим великодушием, он исцеляет его. И смотрите, друзья, если мы посмотрим на еще одну очень важную деталь в этом тексте, изменяется даже идентичность человека. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Раб Христовым. В первую очередь Петр стал христианином. В первую очередь, друзья, это то, что нам нужно знать. Я задаю это себе, задаю это моим детям. Кто ты? От того, что человек понимает про себя и как он видит себя, зависит то, что он будет делать, как он будет поступать. И апостол Павел здесь говорит, великодушие Божие, который изменил меня, простил меня, возлюбил меня, изменил меня и спас меня, великодушие Божие сделал меня рабом Христовым. В этом его идентичность, в этом его сила и в этом его основание для того, чтобы быть великодушным к людям, что мы знаем из жизни апостола Павла. Мы знаем из жизни апостола Павла об этом. У нас время, мое время уже вышло, но я хотел бы вам, друзья, рассказать один пример, каким образом это можно приземлить в нашу жизнь. Смотрите, мы с вами говорили о двух Евангелиях, мы говорили с вами о том, что каждый из нас будет, мы не будем говорить слово анафема, но нашим отношениям и нашей жизнью мы будем говорить, на каком Евангелии мы строим нашу жизнь. Эту историю я рассказывал уже у нас в церкви, но я думаю, что это классический, такой простой, простой жизненный пример. История одной женщины, которая произошла с ней на день благодарения в нашей церкви несколько лет назад. Вам не нужно угадывать, кто это, это не я, это не моя жена, это не кто-то в нашей церкви, который здесь сегодня есть, вы их точно не знаете, но это правдивая история о верующей паре. В один из праздничных дней, когда у нас здесь день благодарения, у нас здесь забитое, забито здание людьми, у нас стоят стулья, фойе, у нас там заполнено здание, у нас парковка, понятно, забита. Смотрите, что с ними произошло. Муж приехал на собрание раньше, так как они договорились, чтобы занять место для своей семьи. Жена с детьми должна была приехать чуть позже, но вместо за 10 минут до собрания она приехала позже на 10 минут после начала из-за того, что по дороге дети крутились и где-то в машине разлили кофе прямо на нее. Ей нужно было вернуться домой для того, чтобы поменять одежду. Когда она приехала на церковную парковку уже 10 минут после начала собрания, уже все было занято. Она звонит своему мужу, он молчит, она текстует ему, он не отвечает. Она, конечно же, огорчилась и попыталась еще раз позвонить ему и так было часто очень много раз, но ничего не получилось. Она очень огорчилась и раненая обидой уехала с детьми домой. Дома ее встретила ее мама, мама ее верующая. Выслушав все, она сказала дочери, тебе нужно простить его, прости его. И теперь эта женщина говорит, она рассказывает эту историю мне, и она говорит, да, я знаю, что это нужно сделать, я знаю, что это правильно, но у меня нет силы простить его. Я спрашиваю у нее, ну что же ты ему сделала? Я ему хорошенько высказала все, но от этого не стало лучше ни ему, ни мне. Через несколько дней они сидят у меня здесь в офисе, в кабинете, и мы с ними разговариваем вместе, и она рассказывает о своей ситуации, и о своей неспособности простить своего недогадливого и самовлюбленного мужа. На самом деле, такого мужа очень трудно простить. Братья, это для нас всех напоминание. Я предложил ей подумать о том, что на самом деле она ожидала от этого мужа. Говорю, давай мы перемотаем пленку и попробуем представить идеальную версию того, что принесло бы тебе счастье. Вот что она говорит. Я хотела бы, в первую очередь, чтобы он ответил мне. Я хотела бы, чтобы он оставил свое теплое место и пришел ко мне. И что ты хотела бы еще? Я хотела бы, чтобы он взял мое место, чтобы он сел в мою машину и отвез ее на стоянку через дорогу, потому что здесь уже места не было в дождливый тот день, который обычный день в Макуэре. Чтобы он сел в машину, отвез ее на стоянку через дорогу, а затем что? Это еще не все. Я хотела бы, чтобы он пришел и сел рядом со мной, взял моих детей к себе, обнял меня и тихо, чтобы никто не слышал, сказал, дорогая, я тебя люблю. Вот это было бы счастье. Но он этого не сделал, и мне очень трудно простить его. Это его собственное человеческое Евангелие, в которое она глубоко поверила. И я начал ей рассказывать о том, каким образом Иисус Христос и как истинное Евангелие и великодушие Христа может дать ей силу простить своего мужа. Я говорю, давай посмотрим на то, что Христос сделал. Смотри, Он оставил свое место. Он услышал тебя даже тогда, когда ты не кричала к Нему. Он пришел к тебе. Он взял твое место. Он взял твои проблемы. Он понес их сам через дорогу на крест. Затем Он привел тебя из холода и бури в лучшее место. Он обнял тебя и сказал, ты моя. Никто тебя так не любит, как я, потому что я умер за тебя и воскрес для тебя и управляю всем миром для тебя. Дорогие друзья, если бы вы видели только сколько появилось в ее глазах радости и свободы. Они при мне тогда разговаривали со своим мужем и она тогда его простила. Она его простила не потому, что она была великодушной сама по себе. Она его простила потому, что великодушие Божие открылось в Евангелии в той ситуации, в том контексте, где она находилась. Они потом говорили о том, что нужно было бы сделать в другой раз. Но это дало ей силы простить. И это Евангелие о великодушии Божьем становится основанием в этой ситуации для нее, основанием для ее великодушия. Об этом, друзья, нам нужно проповедовать и нам с вами так нужно жить. Помолимся. Отец наш, благодарим Тебя за Твое великодушие, которое Ты явил в Сыне Твоем. Благодарим Тебя за то, что Ты свое Евангелие открываешь для нас и наполняешь нашу жизнь, чтобы мы имели силу прощать, чтобы мы имели силу говорить, чтобы мы имели силу каяться, чтобы мы имели силу просить прощения. Господь, благодарим Тебя, что Твое великодушие продолжает быть таковым для нас, изменяет наши жизни. Помоги нам точнее, больше понимать Евангелие, чтобы говорить его другим. Просим об этом во имя Твое. Аминь. 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 Продолжение следует...